Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, время посмотреть на то, что происходит на финансовых площадках. Сегодняшний эфир мы назвали текущей ситуацией в российской экономике. Ну, кое-какие прогнозы, видимо, захочется услышать от моих гостей. Захочется ли им их озвучивать? Вот всегда вопрос. Значит, я начну с того, что представляю моих гостей. В студии сегодня Владимир Колычев, главный экономист Росбанка. Добрый день, Владимир. Добрый день. И в студии Федор Наумов, управляющий партнер PFL. Добрый день, Федор. Здравствуйте. Загадочная аббревиатура. Ну да. Ну да. Значит, слушатели, уважаемые слушатели, телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь своими же наблюдениями. Ну и 15.05 в Москве. Начнем с того, что посмотрим в сей момент, что происходит на основных мировых финансовых площадках. Ну что ж, картина маслом такова. Ну а с пятницы американцы закрылись в положительной территории. CP прибавил 0,8%. Чуть скромнее был Dow Jones и почти 1,5% NASDAQ. Сегодня Европа в плюсе. Мы, можно сказать, тоже в легком плюсе. Но вот РТС болтается вокруг нулевой отметки. Сейчас в минусе на 0,2%. ММВБ чуть более уверен в себе сегодня. И примерно настолько же прибавляет. FTSE 100, в частности, британский индикатор. А 0,6% сегодня тоже в плюсе. Азиатские рынки, ну, как минимум Nikkei 225. И тоже сегодня хорошо отторговался. Почти 2% прибавил. В общем, все пока неплохо. Смотрим на сырье и на Forex. Бренд, ну, очень хочется сказать, что уверенно. Ну, пока непонятно, уверенно это или нет. Но, тем не менее, держится выше 100 долларов за бочку. 164 в моменте. Золото продолжает отскок. 1432 за унцию. Ну, а евро-доллар в узком диапазоне так и продолжает движение. Ну, не падает ниже 1,30, что, наверное, можно воспринимать как некий позитив. Набор голубых фишек отечественного рынка разнонаправлен сегодня. Можно выделить акции ВТБ, которые отскакивают на 3 уже сейчас процента. А вот наше все, то бишь Газпром падает больше, чем на процент. 118 рублей стоит бумажка. Также в лидерах падения сегодня. Ну, я не буду электроэнергетику брать. Это бессмысленно. А вот акции МТС, да, чуть больше процента падают. Уралкалий тоже чуть больше процента. Остальные все, ну, так, более-менее зеленого цвета. Вот такова картина маслом. Ну, что ж, давайте начнем разговор. Владимир, ну, с тебя, если не возражаешь, как бы ты оценил текущую ситуацию на финансовых рынках в целом, ну, и положение российского рынка в том числе? Ну, если с мировых рынков начинать, то, я думаю, вот последние два месяца такое положение устаканилось, что мировые рынки в некотором таком подвешенном состоянии. С одной стороны, все надеялись в начале квартала о том, что американская экономика будет двигать мировую. Но вот сейчас мы видим, что на самом деле бюджетный секвестр, он все-таки дал о себе знать. И китайская экономика, как мы увидели в первом квартале, начала замедляться неожиданно для многих. И вот это вот как раз такая ситуация, она давит с одной стороны на те активы, которые подвержены наиболее чувствительной к росту, к мировому, сырьевые товары, отчасти акции. А с другой стороны, у нас есть все те же мировые центральные банки, которые продолжают печатать ликвидность и даже усиляют эту тенденцию. Недавно это Банк Японии, который развернул такую очень агрессивную политику по смягчению, по покупке финансовых активов. Соответственно, это не дает рисковым активам сильно упасть. И с другой стороны, поддерживает активы с фиксированной доходностью, такие как Treasuries, Bands, от Safe Haven и заканчивая такими бандами, как развивающиеся рынки и даже наши в том числе. Вот насколько долго может продлиться такое подвешенное состояние, потому что обычная корреляция на финансовых рынках довольно устойчивая. Если инструменты с фиксированной доходностью растут, соответственно, инструменты рисковые и должны падать. У нас сейчас такой ситуации не наблюдается. Я думаю, что все-таки второй квартал, наверное, для рисковых активов пройдет впустую, потому что есть несколько рисков, которые будут давить на активы, на фондовые, на сырьевые, начиная от того, что у нас все-таки бюджетный секвестр, он пока еще продолжит. Не у нас, у них все-таки. Да, у них продолжит на американскую экономику влиять. И, с другой стороны, в Европе далеко не все благополучно. Мягко говоря, да? Да, вот мы сейчас, рынки растут, наверное, отчасти из-за того, что в Италии переизбрали президента, и все надеются, что он что-то сможет изменить, какое-то коалиционное правительство сформировать. Но вероятность этого довольно мала. И плюс у нас еще до сих пор осенью предстоят выборы в Германии, а до них, я думаю, каких-то поблажек от Северной Европы вряд ли стоит ждать. Вот здесь, если говорить о Европе, да, мне все время вспоминается достаточно часто возникающая ситуация, что отсутствие плохих новостей рынок смотрит как хорошую новость. И он может отскакивать только на этом, что ничего хуже не случилось, значит, давайте подрастем. Вот такая ситуация, мне кажется, неустойчива все-таки она. Наверное, нам нужно пройти через такую очищающую коррекцию во втором квартале. Может быть, опять, как всегда у нас май, продавай в мае и уходи. Инициатором, скорее всего, будут опять американцы, если они вдруг почувствуют, что пришло время коррекции. Вот последнее, о чем хотел сказать по поводу рисков. Вот у них как раз в мае наступает период переговоров активных между республиканцами и демократами по поводу бюджетной стратегии. Вот, наверное, может быть, это тоже там дополнительный триггер. Спасибо, спасибо. Федор, ну, я, насколько помню, ты сейчас далек все-таки, да, от рисков таком? От рисков, прости, пожалуйста, от рынков. От рисков близок, от рынков, ну, относительно, относительно. Ну, тем не менее, твое видение в двух словах, если можешь, изложи. Что происходит? Более пристально за Россию смотрю, по-моему, происходит какая-то пугающая по своей степени повторения картина. Мы опять стартуем год с очень хороших цифр. Я общаюсь со своими там бывшими коллегами и по, соответственно, и по компании, и по сектору, слышу прям те же самые слова, которые я слышал год назад, два года назад в это же время. Опять хороший старт года. Потом, в общем, какие-то такие упущенные сожаления, что как же так мы не продали, да, по этим высоким ценам, какие можно было зацепить в начале года. Ну, и опять, соответственно, страхи по поводу, да, всего, чего только можно выдумать. Страхи по поводу того, что в США нужно что-то делать с бюджетным дефицитом, да, страхи по поводу того, что в Европе где-нибудь опять выскочит какая-нибудь проблема с кем бы то ни было. Опять страх того, что Китай тормозит и закончился этот суперцикл в сырье. Все это, как всегда, складывается. Тут еще, как назло, российская экономика достаточно существенно притормозила, да, пока не очень понятно, из-за чего это происходит и как это будет выглядеть там до конца года, да, потому что прогнозы по-прежнему у всех на год хорошие, как я видел. Вот, поэтому, ну, все вместе, еще к этому добавляется то, что по-хорошему глобальная экономика, потому что мы все равно циклично, циклы не ушли, да, и по-хорошему, там, для тех же Соединенных Штатов прошло время, среднее время как раз от прошлой рецессии, среднее время роста, да, и по-хорошему сейчас можно ждать опять какой-нибудь там, пусть не кризисный, но такое торможение роста и рецессии, да, потому что есть там циклы, пару-тройку лет, да, они занимают как раз, сейчас мы по-хорошему находимся в той ситуации, когда экономика упавшая в восьмом году, выросшая, да, пробившая там по многим параметрам хаи, там, прошлого, прошлого пика, сейчас снова может взять и притормозить. Все это вместе складывается и, конечно, инвесторы нервничают, более того, активы стоят достаточно дорого, да, многое, ну, не российский рынок, но многое выросло, опять же, выше своих хаев предыдущих, предыдущего пика, вот, поэтому, ну, в общем, ситуация, ситуация, как всегда, напряженная, оно и понятно, почему. Ну, то есть, понятно, почему мы недалеко ушли от кризиса восьмого года, в принципе, да? Ну, тут, опять же, все зависит от того, на что смотреть, да, если посмотреть на российский рынок, да, то мы даже и не дошли туда, куда, откуда, откуда тогда упали, вот, а Америка, в общем-то, хаи пробила, да, и, наверное, это бы, это могло бы стать, там, для нас каким-то, там, основанием считать, что вроде все, все можно начинать сначала, да, с чистого листа все хорошо, но вот почему-то не складывается, видимо, как раз из-за того, что на сырье взгляд стал куда более пессимистичный у всех, в общем-то, чем он был тогда, да, и даже чем он был, там, после того, как цены сильно упали, тогда было понятно, что цены упали слишком, слишком низко, и понятно, откуда можно, откуда можно было расти, да. Соответственно, сейчас складывается впечатление, что есть, ну, это разочарование, оно накапливается, то есть можно буквально каждую неделю, может быть, каждый месяц слышать от кому-нибудь из больших банков, что, мол, вот, суперцикл кончился, да, в сырье. Ну, всех там свои основания, свои причины, но похоже, что, ну, оно и видно, да, нефть около сотни, золото в коррекции, Китай под вопросом, отсюда и спрос на металлы под большим вопросом, да, все это вместе, конечно, заставляет очень осторожно на Россию смотреть, ну, и внутренние факторы у нас, как обычно, не супер, я не думаю, что они самые главные, но и они, и они не добавляют позитива. Ну, да, ну, вот, что касается факторов, да, мы сегодня, в принципе, наверное, сможем их, как минимум, перечислить, все факторы, да, и, наверное, внутренняя действительно ситуация, она не определяющая сейчас, но, тем не менее, хотелось бы о ней поговорить чуть подробнее, ну, видимо, уже в следующей части программы, ну, по поводу прогнозов я не настаиваю, я понимаю прекрасно, что делать прогнозы – дело неблагодарное, как минимум, да, хотя, с другой стороны, человек становится известным, да, Володя, аналитик становится известным, или тогда, когда… Когда мне консенсус оказывает. Да, да, спустя 10 лет неверных прогнозов, наконец-то у него на 11-й год прогноз, да, состоялся, вот, и все, и он стал гуру. Ну, да ладно, это какой-то абстрактный аналитик, мы говорим сегодня с конкретными. Значит, дорогие друзья, уважаемые слушатели, сейчас время послушать новости на Финам.ФМ, мы прервемся, а потом продолжим наш разговор. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в гостях Владимир Колычев, главный экономист Росбанка, и Федор Наумов, управляющий партнер ПФЛ. Мы обсуждаем текущие ситуации на финансовых рынках, мы говорим о причинах этой сложной, этой нелегкой ситуации, ну, как минимум, с точки зрения профессионалов рынка, это очевидно для них. И все же вопрос у меня следующий такой, Владимир. Ну, вот, опять, с точки зрения, да, основных событий на финансовых площадках, понятно, что озвучили уже ситуации внутри России, не определяющие, да, для движения этих самых индексов. Но, тем не менее, если более детально о ней поговорить, вот. Нет, почему, вот, Федор уже упоминал о том, что все сейчас говорят о том, что сырьевой цикл, суперцикл завершен, и вот это вот давит на восприятие российского риска акций. Я оговорюсь, на самом деле, не специалист рынка акций, но тут, с моей точки зрения, основной, наверное, внутренний фактор, который, кроме взгляда на сырье, может быть негативен для нашего рынка, это то, что у нас просто институционально, по сути, ничего не происходит. То есть миноритарий, как был, вот последний человек, бесправный, да, как по остаточному принципу на него распределились денежные потоки, так это и остается, и это, естественно, не может радовать западных инвесторов. Вот только на той неделе, наверное, несколько сразу инвесторов, довольно крупных и именитых на конференции Сбербанка, говорили о том, что вот пока это не изменится, зачем мне рисковать своими деньгами, а кто-то, по-моему, подфельный управляющий BlackRock говорил о том, что это вот самая неудачная его инвестиция за последний год была. Инвестиции в российский рынок? Да, в российский рынок акций. Вот есть ростки, зеленые ростки на нашем рынке. Я вообще считаю, что вот пока наш рынок, это, наверное, рынок кредитора, так скажем, инвестора кредитного, чем инвестора фонда. Кредитного в смысле это он на рынке облигаций? Да, на рынке облигаций, потому что вот у нас еще так устроено взаимоотношение между распределением, так скажем, полномочий между акционерами, облигационерами, оно распределено больше в пользу кредитора, соответственно, его интересы намного больше защищены, и поэтому мы видим, что, допустим, рынок даже локальный, бандовый, он рос довольно хорошо последний год и квартал, и продолжает расти. И инвесторы иностранные вот с открытием доступа Евроклир, все сомневались, что вот они не придут, на самом деле вот риски России большие, и вот они не захотят этот риск нести, но кредитный риск, он минимальный. И, естественно, иностранным инвесторам нравится долговая нагрузка в 10% ФВП, довольно хорошие номинальные доходности, лучше, чем где бы то ни было, там, может быть, только в Бразилии, там они повыше, да и плюс циклические мы находимся в такой ситуации, когда центральный банк, скорее всего, будет резать ставки, а это, естественно, положительно для доходности, для цен на облигации. Ну, получается, что, видите, да, мы говорим в целом, да, вот экономика или рынок Российской Федерации, вот он такой сякой 5-й, 10-й, а вот если локально посмотреть, то оказывается, он и привлекательен для нас. В каких-то сегментах, да. Тем более, бандовый рынок, он, кстати, большой, и на нем не было... Большой он по объемам или... Он, наверное, самый большой, самый глубокий из ликвидных глобальных рынков, ну, локальных рынков, прошу прощения, локальных, в локальной валюте. В локальной валюте. А, в локальной валюте. Ну, то есть он биржевой, там цены видны, соответственно, компании всем известные, большие, да, действительно доходности в номинальном выражении хорошие, он открывается, на нем не было никогда большого количества иностранных инвесторов, может быть, в 8-м году они, наверное, и были, да. Но тогда был совсем другой рынок. Тогда был другой рынок, да, не такой, как сейчас. Он все больше живет по правилам, к которым привыкли, там, по книжкам любые, там, инвесторы, да, что вот экономика замедляет, центральный банк ставку снижает, инфляция, там, вслед за экономикой, там, должна тормозить и так далее. То есть он живет по более классическим правилам, а не по тем правилам, которым он жил в 8-м году, когда управление курсом существенное, да, налагало свои, как бы, коррективы на историю. Поэтому, конечно, я здесь абсолютно тоже с Владимиром солидарен, сам даже являюсь инвестором в эти рублевые аппликации, там, личными деньгами, да, не в акции, а вот в аппликации, потому что я более-менее понимаю, что там будет на горизонте, квартала двух, может быть, года. Да, действительно, есть основания считать, что ставки будут ниже и, наверное, даже и в ОФЗ, а в корпоратах-то скорее всего, да. Но, опять же, если не случится какого-то шока, да, что опять спреды разъедутся, все убегут и испуганные. Вот, с бандами, с бандами согласен. С акциями, я, честно говоря, думаю, что, конечно, там, только лениво не пожаловался, да, на то, что в России корпоративное управление не супер, что миноров не уважают. Я, честно говоря, не думаю, что где-то в розыщихся странах ситуация, ну, прям, радикально лучше обстоит. Вот, тем более, что большие российские компании, есть все, да, там, есть и Аяры, есть и собрание акционеров, на которых там всех-всех зовут, да, есть выплаты дивидендов, дивиденды политики определены, многие им следуют. То есть они настолько печальны, да. Нет историй каких-то красивых, ну, может, кроме Магнита, да, который так изъезжен западными инвесторами, там, вдоль и поперек, да, во всех смыслах, на самом деле. Там инвесторы и были на всех этих, во всех магазинах по всей стране Магнита, встречались с Магнитом много раз, любят эту историю, да, вот они, кстати, недавно вышли, там, пообещали какой-то сумасшедший план роста. Так нет красивых историй, а, во-вторых, нет, наверное, какого-то общего, зачем приходит человек в Emergent Markets, да, за тем, чтобы купить рост, потому что денежный поток и дивиденды, он может купить и у себя. Есть там западноевропейские, восточноевропейские телекомы с совершенно там фантастическими дивидендными доходностями, купи их, зачем тебе покупать дивидендную доходность в российских именах. Ты здесь хочешь купить рост, а рост-то не видно. Во-первых, потому что, ну, все читают новости про экономику, да, вот в этом смысле Россия тоже суперпрозрачно, все там, все госорганы там уже имеют нормальные английские сайты, все банки покрывают, все пишут, что рост замедлился, ускорился, все про это все знают и видят, что экономика тормозит. Вот, соответственно, и вторая история, все понимают, что Россия это в значительной степени коммодити страна, да, если коммодити не в бычьем рынке находится, то не очень понятно, откуда здесь родится рост, который инвесторам нужен. А раз нет роста, то сюда и не идут. Кстати, если говорить о росте, вот Федор, значит, сравнил, ну, не сравнил, а предложил интерес инвестора иностранного, зависит от потенциала, действительно, ну, сейчас о чем говорить. Вот то, что до кризиса было, да, этот потенциал, он прослеживался, он обнаруживался инвесторам, который шел сюда активно и покупал российский рынок. Конечно, когда предыдущие 10 лет цены на нефть росли в разы. Экономика по 7%, по 6-7% росла, да. Естественно, ну, вот Федор упомянул о том, что почему в том числе иностранным инвесторам не совсем интересно те активы фондовые, которые сейчас у нас находятся на фондовом рынке, это в большинстве случаев это нефтегазовые компании, где вот действительно роста неоткуда взять. И вот я на самом деле воспринимаю точку зрения Федора, но все-таки мне кажется, что дивидендная политика и вот эти вот все вещи, они все равно имеют, имеют какую-то роль для иностранных инвесторов. Ну, то есть смотри, можно их поставить, условно говоря, на две чаши и вот они балансируют, да, дивидендные истории или истории, связанные с... Да, да, наверное. То есть они просто, вот когда видишь, что наши акции не дооценены по сравнению с тем же Emerging Markets, которые там некоторые из них также зависимы от сырья, может быть не так же, но в какой-то степени тоже зависимы от сырья и при этом наши акции не дооценены там на 50-60 процентов, то это довольно странно выглядит. Наверное, все-таки там есть какая-то не только история с... Да, и может быть отчасти это связано вот с инфраструктурой, с допуском иностранных инвесторов до локальных рынков. Вот то, что мы имеем Евроклир, допустим, на госбандах, это довольно сильная поддержка оказала облигациям. А пока у нас... Аналогии такой на фоновом рынке нет. Вот ожидают, что в следующем году, может быть, откроют и вот с этим надежды, наверное, правительства связаны с тем, что им удастся приватизацию как-то ускорить там, наверное, не в этом году все-таки, хотя многие хотят, но, наверное, все-таки в следующем году, может быть, она ускорится. То есть изменится некая техническая, да? Да, техническая сторона, да. Картина будет проще, так сказать, доступ осуществить на фоновый рынок, но а если как бы идеология-то не сменится, может, ничего и не увидим? Будем надеяться, что идеология сменится, но то есть есть все-таки эти постановления, которые требуют от госкомпании дивиденды направлять, 25% от прибыли. Пока, насколько я понимаю, не все соблюдают или стараются какими-то разными способами обойти. Надеемся, что вот все-таки правительство добьется того, что эти указы будут исполнены. Ну да, в этом случае мы хотя бы свет в конце тоннеля сможем видеть. Федор, смотри, мы сейчас говорим об интересе иностранного инвестора к нашему рынку, но наверняка это и резонно, потому что и до кризиса, да, и, видимо, и после кризиса, и, в принципе, пока основной объем инвестиций, ну, и большие, да, и серьезные деньги. Ну, те деньги, которые рынок двигают, понятно, что есть деньги там олигархов, да, понятно, что есть деньги там государственные, которые тоже там на рынке присутствуют. Но это вещи несопоставимые. Ну, не то, что несопоставимые, наверное, сопоставимые, но немножко, может быть, они немножко в разных слоях находятся, да, с разными интересами. Потому что есть особые истории, много историй, когда там олигархи продают инвесторам, да, есть истории, когда инвесторы продают олигархам, и, в принципе, нельзя сказать, потому что рынок на рынке ничего не происходил, да, вот было размещение мегафона в прошлом году, извините, немаленькая компания, да, разместилась с большим пакетом, где разместилась очень дешево, там, по нижней границе, да, сделала 50% с IPO. Вот, при том, что эта компания, она 13-13 миллиардов или 14 капитализаций, да, ну, большая история. Вот, выросла. Почему, наверное, никто толком-толком не знает, да, ну, наверное, опять же, из-за того, что дешево-дешево вначале разместились. Как-то инвесторы их не приняли, а потом, может, как-то осознали, что... А, кстати, вот то, что мы, как развивающийся рынок, таких историй можем на пальцах, да, предложить, они штучные у нас. Это нормально или это... Вот в этом... Вот я вот как раз про это-то и говорил, что кажется, что... Ну, во-первых, достаточно разочарований... Историй разочарования много. В принципе, несложно посмотреть даже там на те имена, где присутствовали иностранцы, да, и где вот прям имена, которые иностранцы любят, и где они там основу фрифлоута и даже, может, контроль имеют. Ну, понятно, что... Ну, например, Интегра какая-нибудь, да. Акция упала, наверное, процентов на 100 за IPO. Там вообще ничего не стоит. А там одни иностранные инвесторы. Ну, вот такая история есть, да. Есть история Газпрома, которая там меньше 100 миллиардов стоит. Много-много историй, в которых вдруг стало понятно, что нет роста. И это в основном касается сырьевого сектора, потому что нельзя сказать, что есть какое-то однозначное разочарование там в консюмерах в историях. Ну, и там тоже есть хорошие, есть плохие истории. Есть магнит хороший, есть X5 плохая, да. Вот. Но вот нет такого ощущения, как было раньше, что что бы ты ни купил, оно вместе с общим, как бы с приливом поднимется, да. Вот нет такого впечатления. И это есть, наверное, главный фактор, который расстраивает. Хотя, конечно, есть, я согласен с Владимиром, что есть, конечно, и на уровне управления какие-то странные непонятные истории. Они постоянно происходили в России, наверное, будут постоянно происходить. На уровне управления корпоративного ты имеешь в виду? Ну, про все понемножку, да. Я сейчас, наверное, не приведу сходу какой-нибудь такой самый некрасивый и нехороший пример. Ну, некрасивых не надо, мы, в принципе-то, знаем, о чем идет. Ну, их много, они постоянно происходят. Спасибо. Сейчас еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжим, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ.Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Мы обсуждаем текущую ситуацию в российской экономике. Ну, естественно, смотрим и на финансовые рынки, и на рынки глобальные. Пока все неутешительно. Прогнозов, правда, еще мы не даем. Но ситуация текущая, не совсем утешительная. Что, наверное, и логично. Потому что со всех сторон окружает. Еще раз напомню, Владимир Колычев в студии, главный экономист Росбанка, и Федор Наум, управляющий партнер ПФЛ. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Это возможность связаться с гостями прямого эфира, позвонить или написать, задать свой вопрос. Ну, что ж, продолжим. Владимир, ну, если не возражаете, давайте коснемся сейчас ситуации в российской экономике, ее текущих, да, не очень позитивных, видимо. Показателей, ну, и, может быть, какие-то перспективы. Да, конечно. Ну, все мы видели то, как быстро и неожиданно, может быть, для многих экономика замедлялась. Начиная с конца первого полугодия прошлого года. Особенно январь-февраль был особенно удручающим. Промышленное производство, да, отрицательное. И ВВП даже в феврале, если я правильно помню, Минэкономразвитие насчитал отрицательный рост. В марте мы увидели некоторое восстановление. Если быстро упомянуть о январских и февральских цифрах, то, наверное, они немножко сгущают картину. Но в любом случае замедление налицо. Экономика растет, наверное, около 2-1,5% год к году. Это очень медленно. И вот недавно госпожа Набиуллин, наш будущий председатель ЦБР, заявляла о том, что как раз вот такой рост, он, наверное, ниже, чем потенциальный рост экономики. Что намекает о том, что ЦБР все-таки будет смягчать политику в ближайшие месяцы. И вот поэтому мы думаем, говоря о прогнозе, мы думаем, что рост немного ускорится в конце, во втором полугодии этого года. Этому, наверное, будет способствовать также и некоторое стимулирование на бюджетной стороне. Есть программы, согласно которой хотят некоторую часть фонда национального благосостояния запустить в инфраструктурные проекты. Это, естественным образом, на краткосрочный рост повлияет. Вот как-то вот так выглядит. Я вот еще хотел одну такую мысль сказать. Наблюдая за тем, что муссируется в средствах массовой информации, такая, кажется, какая-то некоторая истерия по поводу этого замедления роста. Многие говорят, что вот рост замедлился, разделились на два лагеря. Одни говорят, что надо срочно снижать ставки до нуля, и тогда будет всеобщее благоденствие. До нуля именно. С 8 до 7, да? Я понял. Ну, максимально. Да, максимально снижать. А кто-то говорит, что вот ничего вы этим не сделаете, нужны институциональные реформы, и только тогда мы увидим какой-то рост. На самом деле, с моей точки зрения, правы оба. Конечно, здесь нет противоречия. Здесь нет никакого противоречия. Просто надо вместе все делать. Просто есть у нас структурное замедление в экономике. Вот те вещи, о которых мы уже говорили, о том, что сырье не растет, и оно вряд ли будет расти. Соответственно, инвестиции в добычу там не так сильно растут, и это, естественно, отражается на экономическом потенциале. А с другой стороны, у нас, естественно, есть и циклическое замедление, выраженное в том, что у нас действительно довольно высокие процентные ставки. Действительно, бюджетная политика ужесточается в этом году. И вот как раз монетарная политика, она должна вот на этот цикл реагировать и смягчать условия для того, чтобы экономика не впала в рецессию. Вот как нам говорил недавно Белоусов и другие видные экономисты. Я понял тебя. Федор. Я согласен, что разговоры про это замедление похожи больше на истерию. У нас вообще стали очень истеричным обществом. Легко чувствовать, когда на машине едешь в офис, все утро тебе получат мозги какими-то такими тестами, как будто завтра или конец света. Ты слушаешь радио, имеется в виду, да? Да, это просто такой пример из жизни, потому что, правда, чувствуется, как будто все плохо. Вот здесь сейчас все рухнет, здесь вот этого посадят, этого, наверное, не посадят, но сам прецедент. А этот вот там что-то потратил и так далее. Вот это все уже, честно говоря, вот здесь вот. И экономика в этом смысле, она просто хорошо встает в этот тренд. Еще прекрасно истерию разводить по поводу того, что экономика тормозит. Я, честно говоря, не могу сказать, чтобы я как-то думал, что это, правда, сильное циклическое замедление. Я, наверное, все-таки в том лагере, который больше думает, что это некая структурная история, и что нужно искать какие-то новые источники роста, и нужно реальные реформы проводить. Я не знаю, институциональными их правильно назвать или институциональными, может быть, просто в некоторых местах нужно конкретных людей поменять, сложно сказать. Но, к сожалению, никто не знает, вот честно говоря, потому что все люди, которые истерят как раз по поводу этих самых институциональных реформ, как мне представляется, они не очень хорошо понимают, как эти реформы правильно сделать, раз, и два, эффекты, которые от них возникнут. Потому что, ну, я, честно, может быть, я не досмотрел или не видел, но я не видел ни одного чёткого документа. Ну, я думаю, что, по большому счёту, все, кто истерит, да, все, кто истерит, у него никогда нет никакого рационального, да, идеи. Да, это очень похоже на то, потому что, более того, всегда за всеми этими истериками или какими-то конкретными претензиями там есть личные или корпоративные интересы. Конечно. С вытекающими отсюда, там, стратегиями поведения там в прессе и так далее. Поэтому очень сложно вытащить какие-то точные, правдивые мысли и более-менее близкие к реальности оценки того, что на самом деле нужно сделать, какой эффект это даст. Да, да, да. Больше 200 тысяч машин всё равно в месяц, просто перестали эти цифры расти, да. Сегодня были новости о том, что продажи телефонов упали, мобильных, да, это вообще для России невозможное какое-то событие, чтобы гаджеты не покупали. Вот, но, правда, опять там тоже есть свои нюансы, там, зато смартфоны выросли внутри сжавшегося рынка. Но, тем не менее, есть впечатление, что потребительский спрос насытился. Это заметно, особенно из того, что банкиры говорят, да, потому что у всех пересмотрены прогнозы по росту кредитных портфелей, и даже в рознице, на которую все делают большую ставку, да, там никто не видит 40% роста больше. По-моему, там даже самые оптимисты про 20% говорят. Вот, поэтому есть некое насыщение спроса, есть структурные проблемы, есть, наверное, циклический компонент, хотя я, честно говоря, не думаю, что он главный. Вот, но всё это вместе, это на самом деле серьёзный вызов государству. Может быть, государство и сказало бы, что мы как бы тут не при делах этой экономики, да, но и участие государства в экономике велико. И поэтому, к сожалению, сейчас к ним и вопросы, вопросы к текущему правительству и к администрации президента, нужно какие-то шаги предпринимать, нужно... Много где люди, кстати, стали меняться, заметили, что очень много в последнее время разных отставок. Имеется, что у рулей, у рулей меняться, да? Да, в госструктурах много где меняются действующие лица, приходят люди из частного бизнеса достаточно сильные, да, мы посмотрим, может, у кого-то что-то получится. То есть, вот эти изменения позитивны, на твой взгляд, всё же, да? Я, честно говоря, думаю, что в России какая-то стала такая страна, что в ней нет каких-то ярких позитивных изменений и нет ярко-негативных изменений. Мы как-то вот, вот, может быть, это как раз в каком-то таком застой находимся, да, может быть, это и неплохо. Ну, стабильность признак мастерства, как говорят в таких случаях, хотя это не совсем про нас. Да, и ощущение какой-то насыщенности, необходимости в структурных реформах, в чём-то новом, ну, точно ощущается. И, к сожалению, здесь проекты типа Чемпионат мира 2018 или Сочинская Олимпиада, которая совсем скоро, да, они не решают эту проблему. Это даже, на самом деле, проекты при большом чеке, да, казалось бы, при больших цифрах, которые про эти проекты, они, на самом деле, имеют очень-очень маленькое влияние на экономику. Нужна какая-то другая история, нужны какие-то новые точки роста, и, к сожалению, мы пока нащупать их не можем. Ну, вот, Володя, ты говорил опять, да, о таких примерах конкретных, проектах инфраструктурных, которые в краткосрочной перспективе могут что-то повлиять. Это вот как раз Сочи и ЧМ. Ну, это, там, РЖДшные и ФСК программы по тому, чтобы инфраструктуру как-то в божеский вид перевести, так скажем. Я, на самом деле, думаю, что надо везде пытаться найти точки роста и в большей степени, может быть, доверить вот эту непростую задачу частному сектору. А как ее доверить? Вот как раз мы строим инфраструктуру, улучшаем, там, мобильность населения, улучшаем то, что, там, бизнес частный может легко подключиться к электросетям и так далее, и так далее. Вот такие вот довольно простые вещи. И, возможно, частный бизнес сам найдет вот эти вот точки. Или его малый и средний сегмент? Или ты имеешь в виду крупный корпорат? Каждый большой бизнес в итоге получался из чего-то маленького. Может быть, не у нас в России, я согласен, но в конечном итоге... Нет, я к тому, что вот последние, по крайней мере, несколько месяцев мы активно эту тему и здесь, в том числе, и в этой студии обсуждаем. Проблемы малого и среднего бизнеса, учитывая, что в нелегкие ситуации... Ну вот, по поводу структурных реформ, прям недавно смотрел сайт Минэкономразвития, и там есть же вот целый набор дорожных карт, как улучшать бизнес-климат. И вот не получается пока управиться улучшить бизнес-климат, потому что, по-моему, половина или 40% из тех мер, которые должны были уже быть реализованы в законопроектах или в каких-то других документах, они не были реализованы. Значит, есть вот сопротивление со стороны заинтересованных, так скажем, кругов, которые не хотят... Ну, они просто саботируют, откровенно, получается. Ну, они просто бенефициары той системы, которая сейчас есть, поэтому, естественно, под разными словами, очень правильными, преподносится, что это не совсем правильный реформ. Думаю, это так происходит. — Кстати, Федор, вот если возвращаться к этим картам, наверняка ты их видел неоднократно, то есть слова, которые написаны там, в принципе, верные ведь, правильно? И дороги, что называется, вехи в направлении движения очень точно там даже сформулированы иногда. — Ну, я скажу так, что, наверное, мастерство людей, которые в правительстве работают, лично чувствую, да, оно повысилось. Это объективно, да, люди стали трезвее смотреть на ситуацию, стали думать так более бизнесово, да. Много в госсекторе оказалось людей с хорошим там, бэкграундом, там, в чем бы то ни было, да, с частной стороны. И, в общем, это некую надежду создает. Работают они, кстати, много, там, многие министерства, там, да, до поздней ночи люди там трудятся, и часто, конечно, это все сваливается в откровенную бюрократию, да. И дорожные карты, действительно, по большей части они неплохо написаны. Более того, министерства подхватили такую историю, что всегда, когда ты не знаешь, как правильно сказать, правильно написать, правильно придумать, ты поспрашивай сектор, там, узнай, что люди думают. То есть общение точно есть. Я, честно скажу, чувствую, вот, там, даже на примере трех министерств, с кем-то приходится, не приходится, а, к счастью, взаимодействуем, да. Но при этом, ну, просто это, вот в этом-то и главная беда у всех этих изменений, они никогда не делаются быстро. Есть большие истории, там, например, я видел, там, программы, дорожные карты того, как нужно, там, было реформировать в какой-то момент индийскую экономику, да. И даже дорожная карта, по-моему, называлась программа тысячи маленьких шажков. Ну, правда, сложно сделать тысячи маленьких шажков, особенно, когда нужно, чтобы эти тысячи шажков были сделаны одновременно, разными людьми, с разными интересами, да. И это просто сложно происходит. Нужно время, нужно, чтобы накопилась какая-то критическая масса. Не всегда внешний фон к этому способствует, да. Пад, случается, опять очередной кризис или какой-нибудь, там, в политике какой-нибудь шок, да, который, там, разворачивает какие-то наметившиеся реформы. Все, наверное, это будет постепенно происходить. Вопрос, как это ускорить, вот, я не знаю, честно. Как это ускорить? Ну, это, Володя, нет у тебя вариантов, как это ускорить? Ну, вот, правительство, и, по-моему, наш президент, по-моему, вот, были вот эти вот слухи о том, что, может быть, он поменяет как-то в команду или добавит в команду Кудрина. Вот это вот был слух о том, что... Ну, это последний слух, который сейчас обсуждается. Да, 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 о том, что вот правительство не справляется, и он будет вот этот вот инвестиционный климат улучшать... Ну, и плюс своей персоной, да, все-таки он в глазах иностранцев, он личность достаточно одиозная. Хорошо, мы сейчас еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ, и потом продолжим. Итак, друзья мои, последняя часть эфира, сухой остаток на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев, в гостях Владимир Колычев, главный экономист Росбанка, и Федор Наумов, управляющий партнер ПФЛ. И мы обсуждаем текущую ситуацию в российской экономике. Ну, время делать прогнозы, как было заявлено в теме, неутешительные. Хотя, Федор Владимир, может быть, и утешите вы чем-нибудь. Я не настаиваю, да, все должно быть, как минимум, достаточно объективно, ну, с вашей точки зрения. Я напомню только, возвращаясь на текущий рынок, что называется, ускорилось падение, ну, или отскок, к сожалению, видимо, закончился. РСРТС активно опять начинает снижение, 0,3% уже в моменте. ММВБ тоже почти на процент. Ну, и нефть марки Брент в том числе, да, идет уже к 100 долларам за бочку сверху. Ну, видимо, оптимизм ненадолго. Ненадолго, хотя все равно приятно. Итак, возвращаясь к рынкам, ну, и, может быть, в какой-то степени возвращаясь к экономике Российской Федерации, к глобальной экономике. Владимир, что ты ждешь ближайшие, ну, давай так, до конца второго квартала, ну, и до конца года? Ну, до второго квартала ждем, что все-таки будет второй квартал такой, пройдет, что называется, впустую. То есть в мае, может быть, опять продадут, как вот эта пословица гласит. Кстати, извини, пожалуйста, если все-таки говорить о мае, о продажах ежегодных в этот месяц, да, уже сложившаяся некая есть система, может быть, даже это и хорошо. Отпадали бы уже, да, нащупали в конце концов там 1200 где-нибудь и начали уже. Ну, может быть, там и 1200, там и 1100. Там и 650. Да, вот. Вот, но если дальше взглянуть, то мы на самом деле более-менее, может быть, не совсем быки, но какой-то у нас оптимистичный такой конструктивный взгляд есть на мировую экономику, особенно в части американской, в американской ее части. Бюджетный секвестр, да, он, естественно, повлиял на американского потребителя в том числе и экономику в целом. Но если посмотреть на тот же сектор недвижимости, видно, что там и продажи довольно быстро растут, и сектор, очевидно, на восстановительной фазе, и цены растут. А раз растут цены, то это будет создавать так называемый wealth effect. И, в общем-то, мы довольно оптимистично смотрим на второе полугодие по американской экономике. Это, соответственно, должно и все остальные части света немножко приободрить. Вот я хотел бы, да, этот вопрос сформулировать тебе. Правда ли, да, с этой точки зрения, что американцы могут стать локомотивом, которым будет вытаскивать всю мировую экономику от этого, из этого затяжного кризиса, из рецессии? Может быть, не вытаскивать, но хотя бы чуть-чуть подтолкнуть ее во втором полугодии они могут, потому что от Европы, наверное, ждать нечего, пока там в Германии не пройдут выборы. Они вряд ли как-то будут способствовать росту на периферии. В Китае, вот как мы в очередной раз, в очередной и очередной раз слышим китайских экономистов и приближенных, так скажем, к политруководителям, говорящим о том, что вот китайская экономика, она будет расти медленнее. Вот потому что мы перестраиваемся на другой лад, не на инвестиционный, на внутренний спрос. И пока у нас этот переходный период, мы будем расти медленнее, соответственно, наверное, вот от них ждать локомотивы. Намного не рассчитывайте, говорят они, да? Намного не рассчитывайте. Да, но и, наверное, не стоит ждать, что вот у них там будет какое-то супер замедление и прям крах, и всему, наверное, тоже не стоит. То есть у них есть, она остается относительно ручной, похожей в какой-то части на российскую, и можно там чуть-чуть разогнать спрос, если надо. Если захотеть, да. Да. Вот. Похожей на российскую, да, но более эффективной все-таки. Я тебя, извини, перебью на секундочку, у нас есть звонок, давай послушаем его. Светлана, добрый день, вы в эфире говорите. Здравствуйте. Хотела задать вопрос. Вот у меня есть валютный клад, долларовый. Вот есть смысл его сейчас, допустим, перевести в рубли, или просто лучше просто пойти и снять деньги? Поскольку, вот я боюсь, не будет ли так у нас, как в Греции, или, может быть, так, как вы, вернее, на Кипре, или, может быть, так не будет совсем уж, но просто государство поменяет мне мои деньги по тому курсу, как ему будет выгодно. И сделать мне это, допустим, надо до конца года, или, ну, вот такой примерно. Свет, а позволите два наводящих вопроса? Первый, вот эта сумма, насколько она критична для вас? Она большая? Вы знаете, она меньше 700 тысяч, которые государство, допустим, готово отдать. Ну, в долларах у меня просто, конечно, не 700 тысяч долларов, нет. И второй вопрос. В рублях по пересчету она меньше, чем 700 тысяч рублей. Ну, понятно. И второй вопрос. Это долгосрочные, собственно, средства для чего вы эти храните? Это инвестиции? Вы знаете, ну, просто храню вот на черный день. А, понятно. Доллары там чего, вот так, они у меня лежат, просто раньше у меня зарплата была в этих деньгах, я их не покупала, эти доллары, со мной расплачивала с фирмы. И поэтому вот они у меня есть, и я их не меняю, и, в общем, не знаю, может быть, им надо поменять. Ну, вот так вот у меня, как бы, я немножко нервничаю. Не нервничайте. Сейчас вопрос у нас понятия, Свет. Главное, не нервничайте, во-первых, да, не надо резких движений делать. А, во-вторых, сейчас мы послушаем экспертов. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за звонок. Федор. Честно говоря, мама моя мне все время те же самые вопросы задают. Ну, это нормально, но кому надо задавать вопросы? У меня все родственники периодически, причем в выходной день обычно мне звонят с этими вопросами. Я скажу так, что если деньги, правда, вот на черный день, есть большой страх, что ожидание, что черный день может случиться, да, и вот этот страх как-то... А его в России люди очень болезненно воспринимают. Ну, это... Должны понимать, что у нас черные дни... Конечно. ...слишком часто случаются, да, и они имеют слишком печальные для нас последствия. У нас все проваливается как будто в пропасть. И каждый раз мы на это смотрим, удивляясь, что побери. Как же... Все же было хорошо, да, еще вчера. Как же еще глубоко не наступаясь, да. Поэтому, если правда есть какая-то боязнь супер этого страшного черного дня, и не хочется по этому поводу нервничать, то... Не нужно хранить, наверное, деньги в этом случае в рублях, и не нужно их хранить в российских банках тогда. Потому что если вы храните даже в долларах в российском банке, если вдруг случается черный день в России... Ну, то есть есть кризис, да, есть проблема совершенно. В чем бы вклад ни был, его государство не захочет возвращать, да, или банк не захочет возвращать. Может быть, не стоит сравнивать эту ситуацию и на Кипре, да, и вот... Ну, наверное, не совсем правильно. Хотя это, честно говоря, ситуация многих-многих озадачила. То есть если... Но, правда, к кипрской ситуации тоже нужно правильно относиться. Все-таки из нее вывод скорее не то, что физическое лицо с маленьким вкладом может пострадать. Скорее вывод такой, что люди, купившие там банды и банков, разместившие там большие депозиты, они должны быть готовы к тому, что к ним будут применены те же меры, как... Ну, то есть они приравняются в правах с акционерами. Акционеров, естественно, там их вносят, да, и их... Они больше не акционеры, они все потеряли, да, но активов все равно меньше, чем требований, поэтому нужно, соответственно, какие-то требования резать. Ну, хочется верить, что до физических лиц будут доходить только в самом-самом крайнем случае, да, когда уже все, совсем ничего не осталось от банка, значит, все его активы были вложены совсем куда-то не туда и так далее. А если вот такого большого страха нет, и вот как-то эмоционально можно с ним смириться, да, есть понимание, что даже если будет все плохо, я все равно своими силами справлюсь и там всех побеждю, да... То, в принципе, можно и в долларах, и в рублях держать. Я, честно говоря, не очень на такой случай сторонних вкладов в долларах, потому что там, во-первых, не бывает высоких ставок, да, по понятным причинам, да, и конверсия стоит дорого в одну сторону, вот тут у радиуслушницы, да, не было конверсии в одну сторону, и заплатили в долларах, да. Обычно, если человек с рублями, то поменяв их в доллары и из долларов в рубли, столько потеряешь, плюс маленький процент, что получается, что лучше иметь рублевый депозит. Я сам имею рублевый депозит и не рублевые банды. На черный день, наверное, разумно держать какую-то сумму в долларах, ну, лучше тогда не в банке, а под подушкой, вот, ну, или еще где-то, кто, где мастер прятать. Где самый надежный, Володя? Ответишь? У меня, на самом деле, абсолютно такой же ответ. У меня, мои сбережения хранятся в рублях в банке, в российском. Мне там нравятся ставки, я думаю, что ставки у нас сейчас на самом высоком уровне в ближайшие, там, несколько лет, и вообще, может быть, там, не знаю, на горизонте 50 лет мы, может быть, видим сейчас самые высокие ставки, поэтому я предпочитаю вот максимально их нефиксировать, насколько возможно в плане срочности депозита. Вот, да, наверное, надо держать что-то под подушкой в долларах, если вы думаете, что нас ждет, вот, так, повторение, там, 90-90. Ну, то есть, если, да, вот как Федор сформулировал, если есть где-то, эта мыслишка где-то внутри точит, точит, от нее сложно избавиться. Сколько бы программ, да, и суммных экспертов не послушал, они говорят, ребята, все нормально, а оно все равно где-то вот точит, 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 переживаешь, спать невозможно, конечно, лучше... Просто это в России, когда оно случается, оно случается как-то стремительно и так жестко. Здоровье дороже в этом случае, я думаю. Наверное, это даже имеет некий финансовый смысл, да, понятно, вероятность, наверное, небольшая такая события, но так в великой негативной состоянии, как страховка, грубо говоря. Многие из нас аккуратно ездят, но все равно машина страхует, да, наверное, вот это такого же рода категория. Понятно, что страховка — это тоже расходы, да, и в этом случае хранение денег в долларах под подушкой — это тоже расходы. Что это инфляция, это альтернативная упущенная возможность положить их там под высокую ставку, да. Но, видимо, если у вас этот страх, как страх аварии велик, то, наверное, имеет смысл хранить эти деньги наличными не в рублях. Я понял. Ну, вот, собственно, резюмируя ответы моих гостей, Светланы, да, если у вас задача сохранить и заработать немножко, да, тогда рублевый депозит самый сейчас реальный, потому что ставки действительно на самых высоких уровнях за несколько лет, вот. Ну, с точки зрения надежности нашей банковской системы уж не будем об этом говорить, но пока все хорошо, все будет хорошо. А если вдруг неожиданности какие-то, то тут никто не спасет, естественно, ни бог, ни царь, ни герой. Вот, в этой ситуации, если великая психологическая... До 700 тысяч все-таки спасет. До 700 попадает, да, да, Светлана попадает как раз в этот диапазон. Попадает тут плохое слово, я бы... Сори, сори, да, суммы, да, суммы Светлановых сбережений как раз в этом диапазоне находятся. Ну, спасибо, спасибо за ответ. У нас осталось буквально две минутки. Федор, ну, по поводу прогноза. Ну, прогноз, да, я, честно говоря, не хочу верить, что может случиться рецессия глобальная в России. И вот, правда, как-то не хочется уж, устали мы все от кризиса. Ну, подожди, не хочется, не хочется. Но, в принципе, конечно, риск такой есть. Я не верю в высокий рост. Я думаю, что там даже те прогнозы, которые министерство делает, по-моему, МР2,4 или 2,6 поставил, да, на этот год. Я думаю, что это достаточно реальная цифра, и, наверное, мы можем, правда, на нее выйти. Думаю, что инфляция будет помедленнее. Наверное, и ставки должны будут стать пониже. Вот, что-то еще. Те, кто в акции инвестирует. Честно говоря, вот я, может быть, в клубе каких-то абсолютно разочарованных в этом рынке людей нахожусь, поэтому ничего позитивного не скажу. Но я думаю, что истории на этом рынке искать стоит. То есть, если у вас есть время и какие-то, ну, и возможность, там, как источники информации дополнительные, то истории смысл... Ну и желание главное, да? Смысл искать есть, конечно, да. И это просто для многих, наверное, в игру какую-то превращается. Классно нам угадать, что там вот мегафон с IPO можно купить, да. Но, опять же, это нужно время и истории. И более того, обычно это все как случайно получается. Здесь угадал, здесь не угадал, да. Но если есть те, кто, правда, это чувствует и понимает, почему бы не отыскать истории, имеет смысл. Вознаграждают за это рынок. Вот тот же там мегафон, да, вот мне просто нравится. Это как пример. Ну, 50% в такой компании, наверное, неплохо. Вознаграждают за упорство, я бы тебе добавил еще. Два слова буквально по поводу рынка акций. Мне тяжело говорить о рынке акций, потому что не специалист. Ну, глобально, в смысле, да, в индексах. Я больше в рынке долговых инстриб, но на рынок акций смотрю позитивно, начиная со второго полугодия, наверное. То есть надо подождать все-таки. Хорошо, спасибо огромное. Владимир Колычев, главный экономист Росбанка. Федор Наумов, управляющий партнер PFL. Были сегодня в гостях с укового остатка. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего, успехов на рынке. До свидания. До свидания.